Итак, сегодня практикум по обработке возражений. Тренеры делают свои тренинги, мини-тренинги. Мы их оцениваем. Итак, Дана, твой выход. Здравствуйте всем. Добрый день. С вами сегодня бизнес-тренер Дана Мухтаровна. У меня тема тренинга – присоединение к возражению. Вообще, что такое возражение? Мы с вами на прошлом тренинге уже проходили эту тему. Как бы обширно уже разбирали. Возражение – это сознательный, но не окончательный отказ клиента от покупки. При возражении нужно клиенту помочь, обсудить, пояснить надо. Значит, теперь давайте вспомним с вами алгоритм 7 стульев. Какие они? Давайте. Первый алгоритм какой? Пауза. Пауза, правильно. Второй? Уточнение. Уточнение. Третий – прокачка. Прокачка. Комплимент. Присоединение. Прорегка и потом присоединение. Прорегка и присоединение. Замечательно. Ответ, да? Теперь мы с вами сегодня пройдем к присоединению к возражению. Тема нашего тренинга. Запишите. Запишите вот такое пригласение. Я вас понимаю, запятая, но спросите. Я вас понимаю, но вы согласитесь. Еще раз. Как звучит? Я вас понимаю, запятая, но согласитесь. Но вы согласитесь. Теперь давайте. Так, Биби Гульхан, у вас вот на практике какие возражения встречаются часто? Я не смогу. Я не смогу. Алексей Марса, у вас? Мы сейчас. Не время. Не сейчас. Тлектай Марса. Так, Фарида Ханам. А не обманут ли меня? Вот, хорошо. Теперь давайте с помощью… Сейчас денег нету. Тлектай Марса, денег нету, да? Да, пока что денег нету. Ага. Давайте теперь в паре. Так, Алексей Марса, Фарида Ханам, Биби Гульханам, Тлектай Марса. В паре поработаем. Я вам дала уже такое предложение. Я вас понимаю, но согласитесь. Теперь давайте возьмем… Какое возражение? В паре какое можете возражение взять? Своё я могу Фариде сказать, но я не сейчас, мне нужно попозже. Давайте, да. Не сейчас, попозже. Так, Биби Гульхан, какое возьмёте в паре возражение? Да, я своё озвучила, у меня не получится. У меня не получится. Давайте в паре поработайте. Вам надо теперь вот это возражение, присоединение сделать с клиентом. Кто-то из вас будет клиент, а кто-то продавец. Сами решите, да, и примените. Я вас понимаю, но согласитесь. Вот это предложение вам надо. Хорошо. Да, я первый. Фаридай, я говорю тебе. Мне не сейчас, мне надо попозже. Сейчас я просто не готов у нас ещё начать. Да. Хорошо, Алексей, я вас понимаю. Можно спросить, а чем вы сейчас занимаетесь? Что у вас именно за день? Дана, будешь корректировать? Давай, а то я буду корректировать. Я вас понимаю, но вы согласитесь. А, вот это надо, да? Ага. Я вас понимаю, но вы согласитесь, что время, время – деньги. Как вы думаете? Да, да, действительно, да, 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 все, класс. Я вас понимаю, и что вы при этом, значит, вы, нет, давайте подумаем, что вы потеряете, если вы не примете моё предложение? Да, давайте подумаем, ага. Все, вы уже сделали, Фарида Ханам, присоединение с клиентом. Все, теперь как Бибе Гульханам и Тлектай Мурса, да, вдвоём давайте. Хорошее предложение, Тлектай, но я думаю, что у меня не получится. Я вас понимаю, Бибе Гульханам, но согласитесь, то, что уже это сделал кто-то, и вы сможете. Вам нужно просто чуть-чуть опыта набрать, а этому мы научим. Не беспокойтесь. Хорошо. Вот, хорошо. Вот видите, это предложение, вот, как бы, внедряете свою разговорную речь, да, и с помощью, вот, присоединения делаете. Теперь оцените себя с одного до десятки. Сюда можете писать в комментарии, как вы поняли вот это упражнение. Как вам, понятно было вообще? Да, Наканам, а давайте ещё, наоборот, сделаем. Ну, там, поменяем продавцов и это. Понравилось. Давайте, Тлектай Мурса, у вас какое возражение есть? Давайте, Бибе Гульханам. У меня только что возражение было, что сейчас денег нет у меня. Давайте потом. Теперь Бибе Гульханам. Бибе Гульханам, да? Да, я вас понимаю, Тлектай. Ну, вы согласитесь с тем, что у нас всегда на что-то нет денег. Всегда на что-то не хватает. И поэтому? Да, поэтому давайте вместе подумаем, как решить этот вопрос. Угу. О, хорошо. Теперь так. Гульханам, Гульханам, Айгирил, Айгирил Ханам, вместе давайте. Присоединились? Нету, да, Гульханам? Она зашла, Айгирил что-то писала, то ли с детьми идёт куда-то или уже пришла. Не знаю, ну, давай, вытаскивай их, вытаскивай их в эфир. Я пока не... А, не может говорить пока. Они пока не в ресурсе. Давай дальше. Всё нормально. Я пишу, не могу пока говорить. Так, теперь смотрите. Вот мы сделали присоединение. Вы уже оценивали, да, себя? Да. Гульханам, десятка. Я пока не могу говорить. А, пока не можете, да, говорить? Так, остальные давайте оцените себя. С одного... С однёрки до десятки. Фаридаханам. Ну, мне кажется, у меня шесть баллов. Давайте вот так сделаем теперь. Как бы это... Как светофор. Зелёный цвет, да? Красный и жёлтый цвет. Сегодня на тренинге вы... На каком вот светофор... Какой цвет у вас горел вообще? Как бы... Как бы вы поняли? У меня зелёный. Зелёный горел. Зелёный. Открыто дорожные разговоры, да, да. А раньше вы как бы присоединение делали так? Или как бы спорили с клиентом? Как бы... Да, да, да. Нет, я никогда не спорила. Я всегда старалась задавать дополнительные вопросы, уточнять. И потом уже по направлению как бы беседовать. Никогда не спорю. Алексей Морза, у вас какой цвет? Ну, зелёный, но немножко с жёлтым. Потому что это не та фраза, которую я имею в виду под присоединением. И я её сейчас должен совместить в своей голове со своим алгоритмом. То есть я учусь. Сейчас у меня идёт процесс. Я не знаю, говорил ли я её в жизни, я вас понимаю. Ну, наверное, говорил. Вот. Вот, спасибо. Олег Таймурса, у вас... Ну, то же самое, по идее, зелёный и жёлтый бывает иногда. Так, Биби Кульхану. Так, сейчас. Не мешай. Так, у меня цвет какой? Жёлтенький. Ну, на начальном этапе я использовала это. Но сейчас, я думаю, что есть очень много других, более продвинутых техник переговоров. И это уже заезженная фраза. Если вот мне бы, допустим, пригласили, сказать, да, я вас понимаю, но вот это, то-сё, я поняла бы, чтобы меня просто по технике хотят это от этого отработать. И как бы мне это уже будет неинтересно. Вот. А так, в принципе, можно использовать для новичков. Непродвинутых, таких, как мы, да? Всё хорошо. Спасибо большое. Ты молодец. Аплодисменты. И вообще супер. Я прям вообще сижу и кайфую. Это великолепно. Ну, давай, я потом покомментирую. Давайте, друзья, прокомментируем работу Даны. Как тренера. То есть, неважно, ну, как бы, мы не оцениваем технологию. Она вообще могла сказать, засунь ручку в нос и поковыряйся. То есть, это было бы нормально. То есть, нам неважно, что, чему нас обучают сейчас. Мы смотрим только на то, как это было сделано. Кто готов проанализировать и прокомментировать? Я можно скажу. Ага, давай, Фарита. Ну, мне понравилось Дане, что вот она именно, ну, вот именно взяла такой кусочек, конкретный кусочек, чтобы, ну, не распыляться. И то, что она подключила всю команду, всех нас подключила, сразу нам дала задание для размышления. И тут же дала нам, чтобы мы сделали обратную связь, что мы именно получили из этого проекта. Ну, в принципе, хорошо мы поработали. Мне понравилось очень. Она нас сразу как-то оживила. Сразу подключила всех. Смотри, Фарита, смотри, не ленись двигаться по атому. То есть, прям вот держи в голове атом. Ну, вот эта часть была, была. А эта часть была, была. То есть, закрепляем атом снова и снова. Да, не просто даем там эмоциональный ответ. Смотри, вот это она сделала. Было ли вступление? Там, зацепило ли внимание? Да, нет. Там, как эффективно. Было ли это? То есть, была ли концовка? Ну, то есть, идем по структуре. Давай. А, да, да. Значит, да, если по атому двигаться, по атому, то мини-лекция была, вступление было, тема была. О чем мы будем говорить. Сразу подключила диалог. Сразу мы всех нас подключила. Тут же она дала сразу нам задание, упражнение. Мы сразу сделали упражнение. И в конце, как по атому положено, сразу взяла у нас обратную связь. Да. Мне понравилось. Угу. Раз. Что бы можно было бы сделать лучше или по-другому? Может быть, ты когда смотрела, у тебя идеи приходили. То есть, не обязательно мы сейчас говорим, что было сделано плохо. Потому что я прям думаю, что было сделано хорошо. А ты, допустим, ты смотри на это глазами творческими. То есть, а вот смотри, а я бы еще можно было бы сделать в качестве упражнения вот так бы. Или обратную связь по-другому взять. Или диалог другой построить. То есть, развивая мысль, ну вот, давай попробуй, в экспертную сторону. Не критикуя, а дополнение. Я бы, например, вот этот вопрос, который она задала нам, ну вопрос, да, в котором мы должны присоединиться. Я вас понимаю, но согласитесь. Именно конкретно, вот, чтобы мы каждый тоже вот могли вот применить этот вопрос, как бы, ну в разных ситуациях. Например, вот у Бибигуль было возражение. У Бибигуль какое было возражение? Что у Лектая было нет денег. У меня, я боюсь, что у меня не получится. Да, да, у Бибигуль было, что не получится. У вас, например, было возражение, это как бы, как сказать... Ну ты это не вспоминай, да, как бы, не вспоминай, не трать время на это вспоминание. Да, 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 да. Просто здесь вот немножечко было как-то навязчиво, то, что вот, я вас понимаю, но согласитесь, мне кажется, это вот выражение, оно не везде подходит, мне кажется, да? Подожди, 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 дорогая Фарида, ты сейчас критикуешь контент. Я тебе говорю, контент мог быть такой, засуньте ручку в нос и все. Понимаешь? И мы такие, нафига, какая разница? Контент не важен, ты, а как бы размышляй, как бы ты это подала красивей. Вот о чем мы сейчас. Если нет идей, все, следующий. Не как бы, не волнуйся. Ты и так поводишься. Пока не старается. Ага, бибигуль. Или давай, телектай, давай ты им. Дай оценку по атому. Ты редкий у нас гость, не знаю, смотришь ты записи, не смотришь, понимаешь ты, ну, в контексте ты нашим или нет, смысловом. Дай свою обратную связь, экспертную. Сейчас, телектай я прошу. Сейчас, погоди, что-то, интриг какая-то. А, меня просите? Да. Я чуть-чуть пропустил. Уже в машине. Ты что, телепортируешься, что ли? Что это такое? Потом ты в бассейне. К концу нашей встречи ты будешь в бассейне уже сидеть. Ну, все возможно. Или в самолете. Давай. Вообще, процессы, то, что по атому, да, действительно, прогресс видно, что у Даны она быстро развивается, да, и прям попадает по атому, то, что мне вот это понравилось. По критике даже, даже не знаю. Да, критика не надо. Здесь, Сехар, скажи, а вот я бы, например, еще бы, вот, ну, там, вопрос бы такой задал бы. Вот ты же тему понял, да? Да, я бы, то есть, ты попробуй развивать мысль. Это сейчас мое задание для тебя, не для Даны. То есть, ты должен это думать, чтобы у тебя, глубже в тебя провалилось. Все понял. Так, получается, тема и по атому все хорошо. Теперь надо было еще уверенность в себе. И когда с аудиторием работать, еще уверенность, зажечь чуть-чуть. Вот это чуть-чуть мне хватало, а так, все, отлично. Мне понравилось. Окей, ладно, хорошо, спасибо. Бибигуль. Так, Дана, Рахмет, по атому, ну, было выдержано, мини-лекция была, диалог был, упражнение было, шеринг был. Так, чего не хватило? Ну, просто так как мы находимся в одной команде тренеров, мы просто поддержали и поучаствовали. Но если бы это был настоящий тренинг, я бы не участвовала бы, потому что вы не выразили как бы такого отношения, вы не приподняли нашу энергию, хотя вы выступали первое, вы не создали настроение. Вы здесь выступили как бы, как такой, телектай, микрофон выключите. Вы выступили так, ну, строго, как учитель такой, и мы как бы такие ученики, которые выполнили ваше задание. Но не было такой творческой нотки, и не было создания какого-то такого настроя. Вот. А так, в принципе, по атому все было, но некоторый такой был, знаете, такой тон, как будто вот, ну, как бы вот так вот. Давайте, выполняйте. Классное замечание, да. Как бы ты сделала, Бибигуль, вот как бы ты подняла энергию? Очень резко был переход. Вот, то есть мы как бы еще только раз включились, и то никто так особо не хотел первым выступить. И как бы резкий переход, вот давайте, давайте, вот это, вот это, какое у вас возражение. И вот, и вы нам задали сразу, вот именно вот эту свою фразу. Именно вы задали. Да, я вас понимаю, вы согласитесь. То есть вы нам не дали возможности придумать какое-то свое, какой-то свой вариант присоединений. Вот можно было сказать, вот я присоединяюсь вот так. А как присоединяетесь вы? Да, попробуйте присоединиться, сформулировать какую-то фразу. И когда, и вы таким образом бы запустили бы творческий процесс. Ну, это как вариант. Ну, если цель у Даны была научить этой фразе, то она сделала, то есть как бы, то не надо давать вариант, ну, типа, чтобы люди в разнобой работали. Но это можно было бы тогда усилить при помощи твоей мысли, какую часть. Вот то, что ты говоришь, правильно, да, то есть я согласен с энергией. Вот смотри, вот то, что ты сейчас сказала, это можно было бы добавить в какую часть тренинга, но потом все равно свою фразу отработать. И это было бы больше энергии. Можно было бы это в диалог. Как вы обычно соглашаетесь? Да, конечно. Тут диалог был очень такой скудный. Он был на вспоминания. Не на вовлечения, а на во вспоминания. А если, например, люди пришли, которые не в теме, пропустили прошлое занятие, им вспомнить... Нет, да, на тебе сейчас обратная связь, вот уже идет конструктивная. Им вспомнить нечего. И тогда они как бы выпадают. А если ты просто заставила бы как просто задуматься каждому и что-нибудь сказать, то и вовлечение получилось бы. Да, классная идея, классная подмечена. В общем, поняла идею, да, Дан? Да, да. Вопросов несколько можно сделать. Один на вспомнили, другой придумали, третий там поспорили, а потом пошла в тему уже. Я вначале вот забыла как бы разминку, вот сама планировала, но забыла, оказывается. Хотела сказать, чтобы все закрыли глаза и как бы темнота, что у клиента так идет, как бы при возражении. Потом мы должны клиентам открыть глаза. Теперь открываем глаза. Вот так хотела начать. Я все забыла, оказывается. А, класс. Ну вот, здорово, да, что у тебя это было. Интересно. Да, у меня надо было диалог, да, такой, чтобы этот активный был, да? Побольше, да, да. И можно было чуть-чуть, в принципе, мини-лекции. Ну, смотри, твоя мини-лекция фактически была, это твоя фраза. Ну, по большому счету, ок. Для короткого тренинга вообще норм. Но так можно было еще пару фраз добавить, каких мотивационных. Вот видишь, Биби Гуль хорошая дала обратную связь, она не вовлеклась. То есть, либо ее через вопросы вовлечь, ну, не ее, а такую часть аудитории. Либо немножко побольше замотивировать, объяснить, сказать, смотрите, ребята, вот вам фраза. Она покажется вам просто дебильной. Ну, не волнуйтесь. Ну, я утрирую, да, то есть, там, засунуть ручку в нос, я это имею в виду. Но мы провели исследование, ну, там, на десятих встречах посчитали эффективность. Поэтому, ну, надо делать, ну, попробовать делать так. То есть, можно было бы добавить мотивации. Мне понравилась ручка в нос. Но мы провели исследование. Партнер, у которого в носу ручка во время выступления закрывает больше сделок. Вот. Ну, и тогда мы такие, да, серьезно. Или еще какую-то отсылку, там, к авторитету или что-то. И тогда, ну, мы, ну, часть аудитории такой невовлеченной или требующей особой мотивации тоже включится. Класс. Ну, что, следующий. Молодец, молодец. Ну, все, структуру ты поймала. В общем, я прям вижу в тебе четкого тренера, готового к работе с таким, как бы, педагогическим таким стержнем. То есть, раз, два, три, все, ты, теперь ты ему скажи, ей скажи, все, четко, ничего не выпускаешь. Все, я очень доволен за тебя. Следующий участник. Парида, мне кажется, ты хочешь? Я сомневаюсь. Что не решаюсь. Ты просто не решаешься. Сафарин. Решай. Немного сомневаюсь. Может, после Бибигуль? Да зачем? Ладно. Давайте, давайте. Готова, Бибигуль, да? Да, я готова. Все, давай. Все, окей. Ну, ладно. Все, давай. Ну что, друзья, добрый день. Я рада всех видеть. У нас такой был перерыв недельный. Мы, как бы, да, немножечко все расслабились, возможно, отошли. Теперь у меня, я хочу, чтобы у вас возникли такие вот ассоциации определенные. Но прежде ответьте на вопрос. Какой плод называют плодом раздора? Не поняла я. Вот какой плод, какой фрукт называют фруктом раздора? Мне кажется, яблоко, хотя там не яблоко. Ну да. Конечно, это яблоко. Яблоко раздора. И именно из-за этого, да, мы как бы попали, ну, из сказок. Из рая на землю обетованную. Вот оно. Теперь выберите, да, из вот этих вот, смотрите, вот яблоко. Вот яблоко, вот яблоко, вот яблоко. Ага. Увидели? Ага. И вот тоже яблоко. Сушелый. Юга подготовила. Так. Кто, что выберет? Кто выбирает? Я целое яблоко выберу. А сухофрукт тоже неплохо, кстати. Ну ладно, целое, целое. Я сухофрукт выбрала. Угу. Откусное яблоко. Ага. Откусанное яблоко. А как можете вы это, ассоциации проведите, почему именно такой выбор? Паридахану, почему сухое? Мне сухое нравится чем? То, что я его могу, во-первых, с собой возить, даже вот в разъезды. Мне что нравится? Его очень приятно добавлять вместе с корицей, когда завариваешь. Он очень хорошую энергию дает. Классно. Классно. Как это можно связать с нашей продукцией? Продукцией компании Мэрин Хэллс? С нашей продукцией то, что вот не нужно много, да, большой, объемное с собой брать. И можно вот именно нашу продукцию, так как она у нас действует системно, можно именно вот в маленький такой вот эту таблетницу можно положить. И можно как бы дополнить свой рацион. Мне всем нравится. То есть, да. Это концентрат, да? То есть, это концентрат. Согласны? Как и наш продукт. Вот он, концентрат. Классно. Дана, почему вы выбрали именно вот эту версию яблока? Как бы уже на практике применяли, как же уже есть это проверено. А, попробовали, да? Кто-то уже это, да. Как вы это связываете с нашим бизнесом? У нас уже как бы налаженный бизнес, ну, уже все готовое. Готовая система, готовое обучение, готовые вот продукции, все. Именно то, что она откусана, еще, еще, еще подумайте, Дана. Так, так, уже ничего не надо придумывать. Уже как бы готовая франшиза. Да, смотрите, люди попробовали и получили уже результанты. Риска нет. Кушать можно, да? Заранее договорились, что ли? Да, неядовитое, да? Яблоко неядовитое, да? Как бы кто-то попробовал, уже можно его дальше. А, может, он умер, попробовал, и вот она валяется откусанная. Мы же все живы. Ну, имеется в виду, у нас есть же база результатов, и т.д., и т.п., вот эти все. Так, ну, такая социация, все хорошо. Алексей, как можно ваш выбор определить? Обоснуйте. Надо самое лучшее, большое, чтобы и сок был, и мякоти побольше. Я бы его сразу бы съел. Ну, поэтому, если выбирать, то лучшее. Понятно. Да. Целое, да, как бы, вот. Ну, классно. Целое, да. Ну, там же откусанная, и не факт, неизвестно, что там было после откусанного. Да. Как это можно связать вот с вашей деятельностью? Вашей компанией? Ну, быстрые результаты, надо сразу брать что-нибудь большое, большую программу, большой, да, прямо связать. Да, да, да. Я прям над этим работаю. Блин, вообще у тебя мощно получилось. Да. Да. Я бы, да, я бы, ну, я бы выбрала вот это тоже, потому что это бренд. И чтобы получать результаты в любой деятельности, надо быть брендом. А, это бренд Apple. Ну, Apple. А, откуда это? Аблика, да. Так, так, огонь. Да, потому что у нас наиболее больших результатов достигли те люди, у которых уже был личный бренд, вот, онлайн, да, у них были раскачаны инстаграмы и так далее. Но это так, для тренировочки, для того, чтобы все проснулись, да, немножечко перешли в ассоциативное мышление, это у меня спонтанно вышло, потому что у меня сейчас на столе целые яблоки, покушанные яблоки и сухофрук лежат. Чтобы немножко проснулись, да, и включили свое творческое мышление. Так, теперь перейдем непосредственно к теме. И еще я бы хотела, есть такое упражнение, да, улыбнитесь сердцем. Вот сейчас погрузитесь в себя, погрузитесь в сердце и постарайтесь улыбнуться. И мы посмотрим, вот получится это у нас или нет. Друг на друга посмотрим. Улыбнитесь сердцем. Вот прям улыбка, чтобы вот прошла через сердце. Получилось, да, она? Получилось, да? А Фредафаном? Да, да, получилось. Получилось. Алексей, у вас как? Так кто-то же должен другое оценить или я должен сам себя оценить? Нет, у вас получилось? Нет, вы, потому что здесь как бы, если бы мы были в оффлайн пространстве, другое дело. Вот у вас получилось. То есть улыбнуться сердцем, это значит почувствовать наслаждение, да, об этом речь? Да. То есть чтобы это провалилось на уровень состояния. Ну да, получилось. Круто, классно. Это мне очень важно, потому что я умею улыбаться на фотографиях, но сердцем не факт. То есть я имею в виду, что у меня как бы профессиональная улыбка есть, а чтобы это провалилось внутрь, это прям отдельная задача. Получилось, да, упражнение? Ну классно, я очень рада. Теперь давайте перейдем к более серьезным моментам, к нашей непосредственно работе. Итак, сегодня у нас тема тренинга, тема тренинга у нас «Разные роли продавца», «Разные роли продавца». Мы с вами навсегда, и продажи у нас, в процессе продаж важный этап – это отработка возражений. И когда мы отрабатываем возражения, мы должны понимать, какой роли мы будем ее отрабатывать, потому что каждая роль, она как бы достигается через определенное состояние. И у нас есть четыре роли продавца, внимательно будете. Это слабак, который соглашается и сливается сразу. Борец-аргументатор – это который борется до последнего и выкладывает аргумент за аргумент. Скидочник, который готов пойти на скидку, сделать скидку, чтобы не потерять клиента. И монетизатор-переговорщик. И монетизатор-переговорщик. Человек, который может договориться и прийти к своей цели. Сейчас я вам зачитаю несколько. Представьте, что вы продавец. А, нет. Представьте, что я продавец. Я продавец. И от моей фразы определите, в какой роли я сегодня перед вами выступаю. Хорошо? Определите мою роль. Так. Вы говорите, дорого? В других компаниях еще дороже. В МВЭИ 60 таблеток спирулины стоит 14 тысяч. А в Тинши 100 таблеток спирулины стоит 15. Кто перед вами? Борец-аргументатор. Отлично, отлично. Давайте вот вы сегодня купите продукцию, а я вам оплачу НДС. Предахану? Подождите, Дана. Предахану, кто это? Как он оплатит? Это слабак. Это слабак сообщается. Подумайте еще. Еще подумайте. Он не соглашается. То есть, смотрите, ему отказали. Он говорит, вот давайте вот сейчас, вот сейчас я вам оплачу НДС именно сегодня. Ну и скидочник. Да, правильно. Точнее, да? Но это слабак и плюс еще скидочник, да? Или скидочник и слабак. Хорошо, отлично. Давайте вместе подумаем, как решить этот вопрос. Монетизатор, так, переговорщик. Отлично, отлично. Ну не совсем монетизатор. Я вот там, я в этой реакции пока что монетизатора не вижу. Переговорщика вижу, а у монетизатора какая-то другая мысль должна. То есть, у монетизатора должна всплывать другая мысль. Не просто вместе подумаем. Он должен задать вопрос какой-то дополнительный, и тогда уже... Нет, это переговорщик. Ну нет, просто типа мы обсуждаем. Это переговорщик. Это я не из роли тренера. Мне кажется, монетизатор должен сказать что-нибудь еще. Не только давайте вместе подумаем. Давайте вместе подумаем. Я думаю, вам будет интересно в несколько раз увеличить доход от вашей покупки. Да, да, вот, 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 да. То есть, про выгоду, да, я бы сказал. Давайте вместе подумаем, почему вам выгодно. То есть, у нас был переговорщик, не было второй части монетизатора. Класс. Хорошо, одной фразой, да? Так, так, и... Ну ладно, да, я вас понимаю. Многим не отказывают, ничего. Кто слабак? Кто это? Соглашает, кто слабак. Хорошо, отлично, молодцы. Научились разбираться. Как вы думаете, наши презентации и продажи будут эффективнее, если мы заранее определим себе роль? Да. Да. В какой роли хотели бы вы выступать, как продавец, Дана? Монетизатор, переговорщик. Монетизатор, переговорщик. У нас была борец, аргументатор. Я сейчас поняла, себя нашла. Теперь хочу... Отлично. ...переговорщиком быть. Да. Самая интересная, самая продвинутая, самая эффективная роль – это монетизатор-переговорщик. Да, отлично. Отлично. И теперь... Так, что у меня еще было? Так. Теперь, если ты придумаешь упражнение, как провалиться в эту роль, это будет вообще феерия. Так, ну и теперь давайте вообразите себя монетизатором, переговорщиком, погрузитесь в эту роль такого стильного продавца и отработайте мое возражение, как монетизатор-переговорщик. Дана, так как вы сегодня у нас очень активная и у вас рядом такой мощный помощник, то первая будете вы в отработке возражений. Да, нам, мне интересно ваше предложение, но давайте-ка я через месяц куплю продукт. Через месяц, но смотрите, давайте мы с вами вместе подумаем. Если сейчас вы решитесь, чем быстрее, тем лучше будет. Вот смотрите, у нас бизнес без вложения. Вы всего лишь один раз покупаете продукцию для здоровья и увеличиваете уже вдвойне, втройне свой доход. Вы можете сразу же уже с первого дня зарабатывать деньги. А теперь подумайте, вы сейчас выступали как переговорщик-монетизатор или как аргументатор? Как аргументатор, наверное, да? Так, аргументатор. А вы сказали, что ваша цель какая? Монетизатор-переговорщик. Да, от аргументатора перейти к роли переговорщика-монетизатора, да? Хорошо. Еще вы в той, не погрузились. Погружайтесь. Давайте. Вы знаете, мне, конечно, сеть интересна, но я вот думаю, что у меня не получится. Я не могу уговаривать или убеждать и навязывать. Да, я вас поняла, я вас услышала. А почему вы так думаете? Почему вы думаете, что у вас это не получится? Что именно вас останавливает? Ну, меня останавливает. Я вот навязывать не хочу, уговаривать людей не хочу. Да, я с вами согласна. Я вначале тоже, когда меня приглашали, тоже, ну, не владела такой информацией, чтобы думала, что нужно навязывать там, ну, ко всем это все, ну, как бы давить на людей, искать людей. Но вы знаете, это я проект, который я вам предлагаю, здесь не нужно навязывать, не нужно. Здесь единственное нужно будет просто пройти по системе, самой обучиться, получить полную информацию, войти. Но для того, чтобы именно владеть этой информацией, вам нужно самой пройти этот путь. И когда вы про этот путь сами пройдете, столкнетесь с этими трудностями, у вас уже более-менее появится уверенность. Вас будет сопровождать вас лидер. И вы потом постепенно, постепенно уже будете как бы увереннее предлагать. Ну, там своя система это. Но вы через это пройдете только тогда, когда вы войдете туда. Все, отлично, благодарю. Благодарю вас. Теперь, теперь вот Дана Ханум, смотрите, Фарида Ханум тоже хотела быть в роли какой? Переговорщика, монетизатора. А теперь вы дайте оценку, как она вела со мной переговор. Она что-то не говорила выгоду вроде, да? Как бы это цифры, вот как увеличить доход. Ну, вот монетизацию не включила. Так, переговоры. Переговоры были или не было? Были переговоры, как бы аргументы, но как монетизации не было. Да, точно. Хорошо. Третья, вы были с нами в процессе переговоров? Да, был, но не видел переговоры. Можете проанализировать? Не видел, я больше видел, как она согласится на это слово, которое слабака, да? Вы так увидели, хорошо. Алексей, кого вы увидели? Зарисает у меня или у кого? Нет, не знаю. Я думаю, ну да, до монетизатора не добралась. Ну, это был такой мягкий, даже немножко с оттенками скидочника, ну и с оттенками слабака, ну такой попытка уйти в аргументацию, но в такую очень мягкую. Почему думаю, что слабака? Потому что она говорит, и не нужно навязывать. Ну, типа она как бы, то есть, если бы это было не хочу платить, то это типа и не нужно платить. Ну, там, если бы это было не хочу, там, не знаю, строить сеть, то и не нужно строить сеть. Поэтому тут, если мы берем вот этот пример, то тут был как бы такой заход слабака, и не нужно. И дальше пошли какие-то размывания какое-то. Пошло, может, что-то похожее на скидку. Не-не, не волнуйся, мы облегчим тебе жизнь. Да, то есть не добралась до, не до аргументатора толком, не до монетизатора. Фаррида Ханум, что вы, как вы можете проанализировать свой диалог вот теперь? Ну, вот теперь я со стороны, когда комментарий послушала, действительно, я свою ошибку увидела. Ну, вот так часто мы сливаемся. Сливаемся. То есть мы не можем еще четко вжиться в ту роль, которую мы считаем наиболее выгодной для продавца. Но я хочу вам сделать такой комплимент, Фаррида Ханум. Вообще вы начали с вопроса. Вы сказали, почему вот вы считаете, что надо там навязывать, говорить? И я думала, что вы попали. Сейчас начнется переговор, и потом пойдет монетизация, да? Но вы, задав вопрос, ушли в аргументаторство с элементами скидочника и слабака. Вот. Но начали вы правильно. Ну, как бы, то есть, зачем у вас такое есть? Политая Мерзая, попрошу вас... Да. Попрошу вас, пока подумайте. И оттуда поймать, оттуда поймать нужно было что-то, да? И уйти в монетизацию, или продолжить переговоры. Третья Мерзая, попрошу вас сосредоточиться. Какую роль вы выбираете сейчас в диалоге со мной, как с клиентом? Слабака, скидочника, аргументатора или переговорщика-монетизатора? Переговорщика? Давайте попробуем. Ну, давайте, не слейтесь, не слейтесь, не слейтесь с этой ролью. Ой, Третья Мерзая, вы знаете, я вообще-то в БАДы, я не верю и не пью. БАДы вы не верите, да? Почему? Можно узнать потом? Была ли причина такой, что вас задумает, что БАДы это неправильно? Ой, ну я как-то покупала, меня прям одна вынудила, в Алоэ Вера я купила эту продукцию, там какие-то были розовые таблетки, еще, еще, еще. Я пару дней попила, ничего не почувствовала, и когда срок годности вышел, я выкинула их, а деньги на ветер я выкидывать не люблю. Все понятно, я вас услышал. Теперь уже причина ясна. Видите, БАДы даже делятся на две виды, это горячие и также холодные БАДы. К горячим относятся вот очень много компаний, которые травы на земле, которые вырастают, травы, они попадаются под солнцем. Также у нас, значит, что экология, да? Поэтому это к горячей БАДы относятся. А у нас... Спасибо. Да, благодарю вас. Теперь быстро, быстро, Фарида Ханум, сделайте анализ от рептая. Фарида Ханум. Да-да-да, сейчас, дайте мне это. Значит, вы сказали, что вам БАДы не пошли, что вы выпросили. Так, а Таликтай сразу стал с вами спорить, сразу стал доказывать, что у нас вот такие, вот такие, вот такие БАДы, да? Он как бы, как это, как борец аргументации. Он свою точку только выложил. А именно не ответил на ваше возражение конкретно, почему вот именно вам не пошли БАДы. Да. Алексей, как вы считаете? Да, включил аргументатора. Ну, типа, как бы, он сказал мне, что я дурачок. Он сказал, да ты ж дурачок, ты же не те БАДы купил, ты какие-то солнечные БАДы купил. Ты что? Я такой, да ладно, серьезно. Да, смотрите, начался вопрос. Да, начал вроде бы как переговорщик. Раз, и перешел в борца аргументатора. Но он не слился до слабака и скидочника, да? Ну, как бы так. Пока не слился. Да, пока не слился, на двух позициях остался, вовремя остановили, да? Да. Вот, ну, начало было такое хорошее. Начало было, там можно было зацепиться, то, что я сказала, ну, как бы, я выкинула эти БАДы, а я не люблю кидать деньги на ветер. Да, была подсказка, да, с твоей стороны. Да, то есть нужно было деньги на ветер, А что вы считаете, выкинули эти кидать деньги на ветер? И пошел. А так, уточняющий вопрос был хороший. Вот. Теперь, Алексей, вас сейчас мы протестируем на момент. Какую роль вы выбираете? Ну, конечно, это монетизатор и переговорщик. Отлично. Ну, Алексей, мне очень понравилось ваше предложение, конечно, но, вы знаете, я вообще не рассматриваю сетевой. Меня прям вот цепляет слово процент. Там процент, здесь процент. Как будто мы какие-то, не знаю, ростовщики прям на проценты работаем. Что конкретно вас не устраивает в сетевом? Ну, вот там везде есть, фигурирует процент, и я чувствую себя каким-то ростовщиком, который работает на проценты. Ага, то есть я правильно понял, делая вот в этом ощущении ростовщика. А ростовщик это кто? Это который в долг деньги дает? Под проценты, да. А, то есть я правильно понял, что вот вам вот эта роль неприятна, и вы не хотите быть ростовщиком, дающим под проценты деньги? Ну, типа да, того, в общем-то. Ага. Да. Интересно. А все-таки, насколько вы погружались в сетевой маркетинг, вот почему вы сделали такой вывод, что это про ростовщичество? Как это у вас такой мостик перекинулся? Ну, знаете, вот люди как бы вроде бы с такими добрыми намерениями, вот про здоровье, про здоровье, а в основе-то лежат проценты, которые они с маркетинга берут. То есть, секундочку, вас вообще идея заработка беспокоит? Ну, то есть не нравится вам зарабатывать или что вам не нравится вот в итоге? Зарабатывать нравится, но есть же традиционные способы заработка. То есть вам не нравится, чтобы вам пассивный доход приходил? Или доход в процентах? Или что именно не так? Пассивный доход мне нравится. Пассивный доход не нравится мне, но видите, там реферальный бонус 10%, бинарный бонус столько-то процентов, структурный бонус столько-то процентов. У меня просто был такой небольшой опыт, когда дело зашло о процентах. У меня есть имам, имам знакомой мечети, и он сказал, это не халял, все, что к проценту. А, то есть вы думаете, что это противоречит вашей религии? В каком-то смысле. Что это подпадает под вот этот вот запрет на деньги в долг? Ну да, ростовщичество. Что это ростовщичество? Так, ну вы думаете, да? Так, имам сказал, что сетевой маркетинг от ростовщичества, или что ростовщичество нельзя? Нет, он к сетевому. Просто что, когда услышал, что там такой процент, такой процент, такой процент, он говорит, все, что процент, я против. Так, а он против пожертвований тоже в процентах, которые платят люди? Ой, против пожертвований, наверное, они всегда за десятина, да? Там же в процентах же, да, десятина там что-то, то есть это тоже процент же, да, вроде? То есть там нормально? Там, да. Там нормально, да? А вот процент, а если с бизнеса, вот там у вашей мечети есть предприниматели, которые машины продают, или там напитки продают, у них там есть какой-то в бизнесе процент, они получают за свой бизнес, или как, не знаете вы? Ну, прибыль получают, конечно. Прибыль даже в процентах. Он не против там других бизнесов, которые процент там получают? Я думаю, что нет. Нет, не против, да, то есть он только вот против идеи, которые вы ему озвучили, он против получают? Да, да, вот как-то с сетевым это связано. Как-то с сетевым, угу. Хорошо, это очень круто, очень круто, что вы советуетесь с имамом, и что вы хотите, чтобы ваша деятельность была в рамках вашей религии, потому что, мне кажется, это вообще самое важное, чтобы совесть была спокойна за то, что вы делаете. Ну, давайте отложим вот тогда на секундочку вот это вот, ну, сомнение, сомнение в том, что это не халяль, и в остальном, ну, идея, как вам эта идея? Продавать хороший продукт, получать за этого процент, построить команду, получать процент от командной работы, вот эта идея, как вам вообще? Ой, в остальном мне прям все прям вот, прям мечта. Мечта, да. Хорошо, давайте тогда вместе еще раз проговорим, почему, а, это не, ну, не, не ростовщичество, прям, чтобы вы убедились, и, ну, почему это даст вам больше выгоды и больше денег, чем, ну, как бы, тут просто, знаешь, монетизатора включать негде. Тут я прям тебе, ну, подсказку даю. В этом возражении не про деньги, а про, ну, про, ну, про... То есть, где не было религии вообще, вот, когда религию подмешиваем, я сам трепетно к этому отношусь, поэтому я в монетизаторство не пойду. А если бы это была не религия, а просто светская беседа, я бы сказал, чувак, ну, смотри, вот, преодолеть это твое, ну, как бы, сомнение в расставщичестве по сравнению с тем, сколько ты заработаешь, ну, имеет смысл. То есть, да, это сложно, но заработаешь ты, блин, ну, столько, сколько нигде не сможешь. Поэтому я бы тут так бы пошел, а когда мы про религию, тут надо все-таки вот через... А, все понятно. Работать через, ну, просто снятие вот этого, если возможно, потому что если бы мы продавали алкоголь, то я бы не снял это возражение. Ну, типа, я бы согласился, я бы сказал, чувак, я согласен, я тоже против алкоголя, все, расходимся и ничего с этим не делаем. Поэтому здесь, ну, поэтому я не покажу монетизатор, я ищу, где же здесь деньги, но все-таки, как про религию говорила, если бы религию меня бы не толкнуло, я бы тогда, ну, сделал бы мостик. Окей, смотри, давай как бы, давай религию откладываем. Ну, смотрите, ладно, может быть расставщичество, ну, окей, может быть. Но я правильно же понял из первой части нашего разговора, что деньги вам нужны, что цели у вас финансовые есть, что вы устали от, ну, нехватки. Ну, это же было же, ну, это типа было, это же четвертый этап разговора. Согласна. Согласна, да, поэтому смотрите, в чем идея? Что да, хорошие, ну, вещи, которые приносят нам много денег, они сложные, они вызывают иногда и эмоциональные сопротивления, иногда и интеллектуально мы не можем посчитать процент. Но сколько мы зарабатываем благодаря этому, перекрывает все наши страдания. Поэтому давайте вот еще раз, смотрите, вот мой результат, точка А, точка Б за два месяца, результат там данные, точка А, точка Б за три месяца, это стоит того, чтобы, ну, преодолеть свое возражение, ну, и справиться со своим сопротивлением. Вот как-то так, логика монетизации. Ну, согласна, 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 я согласна, вот, ну, да, вы прям вот конкретно переговорщик, монетизацию, знаете, можно было бы так сделать, да, смотрите, но вот, допустим, вы знаете, я вот состою в обществе, которое помогает детям больным в сообществе, и я зашел в этот проект, потому что он дает действительно хорошую монетизацию. И вот за два месяца я, за полгода я, допустим, заработала вот такую сумму, которую я в традиционном бизнесе не заработала бы. И это хватает на то, чтобы достойно содержать свою семью, и стабильно 3000 долларов я перечисляю в этот фонд. И это закрывает мои сомнения по поводу того, что там есть какие-то проценты. Ну, прикольно. Ну, да, интересная форма, да, супер. Ну, так, да, как бы? Рискованно, конечно, ну, это, то есть, знаешь, в чем проблема этого? Это не универсально, то есть, это слишком выдуманная история. А, все. А если история, как в переговорных играх, я, ну, эти, в игре, да, я когда чувствую подпорку, когда вводят, ну, типа, то есть, подпорка – это такая ситуация, которая слишком вымышенная. А вот у меня было пятеро детей, и они все выздоровели. Ну, блин, это слишком, слишком подпорка такая. Слишком вымысленная. Понятно. Ну, классно. Я даже сама хотела уже отказаться от всего. От расставщичества, от процентов, от всего, от всего я захотела отказаться, потому что вы заставляли меня задумываться. Вы, у меня уже внутри, я сама снимала сама свои возражения. Смотрите, вот какой процесс. Всегда нужно отслеживать тот процесс, который происходит у меня. Видите? Мы же, мы когда задаем вопросы, мы только в своем процессе. Мы не в процессе покупателя, понимаете? Нам до него дела нету. Мы готовы побыстрее свое выговорить, да? А Алексей завел у меня мой внутренний процесс. И я уже внутри, честно говоря, отказалась от процентов, от того, что сказал имам, я согласна зайти в бизнес, купить продукт, потому что со мной правильно поработали. Вот у меня прям такое. То есть человек вовлекся в мои сомнения. Возможно, они вообще, ну, не стоят, ну, несерьезные, допустим. Видите? Я сама как бы от него уже отказалась. Вот. Поэтому классно. Ну, высший пилотаж, да? Как вы себя чувствуете, вот, вовлекшись в процесс нашего тренинга? Дана, как вы себя чувствуете? Так, чувствую себя отлично, хорошо поработали, было активное упражнение, как бы проживали этот момент, включались в роли, потом так отвечали на ваши вопросы. И первая вот разминка понравилась, как бы плавно-плавно перешли на тему тренинга. Ну, отлично все, хорошо, мне понравилось. Благодарю вас, Дана. Так, Телектэм РЗА. Что вы взяли, что будете применять, какой анализ для себя сделали в процессе тренинга? Не, вообще. Заинтриговал. Так, вас плохо слышно. Мне вообще, так, что он сказал? Мне вообще плевать на все, что он сказал. Додумайте каждый, да? А подключите ассоциативу. Так, Фаридов, вы с нами, Фаридов, да, Хану? Да, я с вами. Ну, мне, честно говоря, очень понравилось то, что вот вы, типа, как игра, да, вот, прошлись, ну, по-атому, если прошлись... Смешни к себе. Да, 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 мини-лекция была, вот то, что вы именно преподнесли, как это, в играючей форме, да, вот, именно сравнение фрукта с этим, с нашей продукцией. Задали нам вопросы, тут же мы, значит, приняли все эти роли, значит, это инструменты, методы возражения, мне вот это тоже понравилось. И то, что вот в конце вы с Алексеем, у вас вот это вот, действительно, это самый такой больной вопрос, который нам тоже задают, да, то, что это халяльно, не халяльно. И вы именно вот на практике показали, да, как нужно просто не согласиться там или не поспорить, а именно вот задавая вопросы и отвечая на возражения, вы вывели именно позитивный такой вот этот, ну, позитив у клиента, чтобы человек уже согласился, значит, быть в вашем проекте. Мне понравилось. Вот, вот, Фарида Хану, вот у вас развеялось вот это, потому что это сомнение есть у всех, потому что вы всегда говорите про продукт, и вы очень мало говорите про бизнес. Вы сами свое возражение убрали по этому поводу? Да, да, да. Вам будет что ответить, да, в работе? Да, да. Вот класс. Я именно получила практику. Благодарю вас. Благодарю вас тоже. И, Алексей, вы что можете сказать? Как вы себя чувствуете? Да, ну, мне понравилось. Мне было интересно наблюдать за другими, чтобы я спрашивал себя, где, где, ну, где монетизация. Мне было очень полезно. Мне понравилось, ну, самому прожить спонтанное возражение и осмыслить его. Я хорошо себя чувствую. Я потренировался. Я прям хорошо потренировался. Прям кайфанул. Это я из роли ученика сейчас, не из роли тренера. Благодарю вас. Как по этапам? Все. А, все? Ты закончила? Да, я закончила. Всех благодарю. Все, давайте сделаем обратную связь. Нет, сейчас мы сделаем обратную связь. Только дайте мне одну минуту. Я сейчас приду. Просто. Хорошо. Никуда не уходите. Да, давайте. Давайте этот. Чтобы сейчас Алексея мы внимательно послушали, его обратную связь. Давайте обнулим вот этими ногтями подушечки пальцев себе. Про этого им. Прям берете вот ногтями, каждую подушечку пальцев себе вот так как бы подтыкаете, протыкаете. Когда бывает устаете, когда нужно сконцентрироваться, а вы не можете, да, нужно делать вот такие вот упражнения. Они легкие, незаметные. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Стимулируем кончики пальцев. Тем самым мы, ну, как бы, стимулируем свой мозг, чтобы он включился, чтобы он работал. И при этом, чтобы все лишнее, нам ненужные мысли, отвлекающие нас непосредственно от тренинга, чтобы они как бы рассеялись. То есть это позволяет быть здесь и сейчас, да, и настроиться на восприятие. Потереть, да, полностью вот раковину, что ли, полностью вот таким вот образом простимулировать. Прям можно простимулировать хорошо. Также, смотрите, берете вот так, вот таким вот образом руки ставите, вот таким, и вот сюда их. Вот, четыре пальца над ушами, и большой палец вот немножечко вот сюда вот. Там есть ямочка, нащупали ямочку. Ямочку нащупали, и вот так вот просто подержать, обнулиться. Все, обнулиться не надо, мы сейчас забудем все. Нет, имейте в виду, немножко обнулиться, чтобы воспринять вашу речь, обратную связь. Теперь давайте обратную связь. Так, ну, Дин, тренеры, давайте обратную связь тренерскую, не по содержанию, а по форме. Значит, было вступление, была тема, была мини-лекция, было упражнение, была обратная связь. Все, Фарида, отпускай голову, а то все забудешь. Значит, выступлениями «Бегуль», да, именно потом она двигалась, была мини-лекция, и в играючей форме, то, что вот она именно яблоко нам представила, значит, сразу определила, сразу вошла в диалог, дала нам задание, мы все, значит, побывали в ролях этих, ролях продавцов. И плюс еще, значит, на вашем примере, на последнем примере, именно как упражнение, как практику, она именно показала, именно вывела, ну, ответы на возражения, именно по практике, как упражнение, да, вот она именно показала, это как нужно это все довести человека, отвечая на возражения. И в конце была обратная связь, она у нас у всех взяла обратную связь, что мы поняли. Что лучше, давай, как бы не пересказывай. Мне понравилась мини-лекция, как она именно, мини-лекция, как она вот начала, да, вот, ну, взяла пример, именно яблоко, задала вопрос, что за фрукт, и вот мне мини-лекция понравилась. Подожди, по-моему, яблоко это была мини-лекция? Нет. Она задала вопрос мини-лекции, ну, сказала роли продавцов именно в мини-лекции, и вот эту мини-лекцию она как бы практически показала, я, например, так поняла. Практически, да, вот, вот, да, вот это да. Что значит практически? Где была мини-лекция практическая? В чем была? Мини-лекция была то, что мы, у нас это, в нашей работе, мы, роли продавца, она показала роли продавцов, что есть четыре вида продавцов, и выделила эти четыре вида, значит, слабак, аргументатор и перечислила. А где была практичность? Ну, чтобы не пропустить, где была практичность? Очень было интересное решение. Да, практичность была. Она сделала такую игровую мини-лекцию, как мини-лекцию в виде сценки фактически. Да, 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 она именно сразу задала нам вопрос и как бы дополнила свою мини-лекцию своими вот этими примерами с яблок. И тут же сразу взяла, сразу подключила диалог, как бы это, кто что выбирает. Ну, она как-то играючи, да, вот как-то нас подвела и как бы играючи нам донесла. Окей, хорошо. Ты просто все, ты перечисляешь, что было. Я хочу, чтобы ты либо сказала, а я бы вот еще бы сделала либо вот это по-другому, ну, там, либо вот это мне было непонятно. Я хочу, чтобы ты включила экспертную. А, экспертную. Ну, там, как бы зацепилась за что-нибудь, а вот это я не поняла. Вот здесь вот мне было недостаточно, а здесь я вот проскочила, ну, там, мимо мысли. Ну, хорошо. А при чем здесь яблоки, да? Да, да, при чем здесь яблоки. Да, я сейчас это скажу, да, да, да. Я, знаете, у меня просто это, мне все было понятно, да, вот все. Но вот насчет экспертности, для того, чтобы стать экспертом, мне нужно немножечко это все, у меня вот такой мозг, я до меня потом, я потом анализирую, это долго анализирую. Как нас есть один анализирует. Ладно, 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 хватит историй. Просто я не с экспертной позиции, ну, а с позиции начинающего тренера. Хорошо, не надо переживать. Окей, все, все, оставляйте в покое. Давай, ты, ну, либо если придешь что-то в голову, скажешь, Дана, давай, твоя версия. Хорошо. Биби Гульханам мини-лекция была, упражнение было, диалог был и обратная связь тоже. Теперь так, яблоко, вот, это была демонстрация, плюс и практическое задание, да, такое занятие. И здесь была как бы теория с практикой связана. Потом было, так, вот роли, роли же были, борец? Аргументатор. Типы людей, да. Типы продавцов можно было бы, да? Так, потом еще упражнения, вот, которые мы проживали, сами в росте, потому что мы себя уже почувствовали в каждом роли. Потом, так, диалог хороший был. Потом мне понравилось, как Биби Гульханам начала вот так оценивали, чтобы мы друг друга, Фарида Ханам Тлек Таймарза, вот так, друг друга каждый оценивал, а потом каждый себя еще оценивал в тренинге. Потом обратная связь, все было. Да, окей, да, хорошо, вот это вот, друг друга оценить, хорошо было, да. Да, Гульнура, ты успела подключиться, пока Биби Гуль вела занятие? Нет? Или Айгериль, ты уже подключилась? Хорошо, смотри, мне очень понравилось, я был вовлечен, и это вот самое важное, это когда дофамин вырабатывается, и все, просто интересно двигаться дальше. Вот это самое крутое, у тебя вышло это. По поводу, ну, так, чего нужно, что было плохо сделано. Короче, ты сделала очень крутое вступление, а потом его обесценила. Ну, это типа мы просто размялись. Если ты пошла этим путем, надо все равно кинуть мостик в тему. То есть, что мы сейчас сделали? Я хочу, чтобы вы поняли, что для обработки возражений вам понадобится, ну, там, сильный бренд, или еще что-то, или у нас есть много инструментов, как победить возражение, и пошла в возражение. То есть, чтобы не потерять вот это вот настроение, вот как бы, потому что у тебя второе было, улыбнитесь сердцем, и это можно связать с обработкой возражений. Да, все связано, не надо обрубать, типа, ой, ну, это я типа чисто так. Не, не чисто так, а это прям важно, это прям вот, берем это и пошли туда. И вторая идея, тебе повезло, что я был учеником, и, возможно, ты так и рассчитала, но, предположим, нет человека, который знает, как могло бы быть правильно. Поэтому для людей было бы хорошо, допустим, Фарида попробовала по-своему сделать, и ты говоришь, ну, ты, Фарида, у нас скидочница. Но надо сразу тогда, раз ты вышел на эту персоналку, дать ей шаблон, как правильно. То есть, говоришь, хорошо, а вот как был бы, мог бы звучать тогда монетизатор в твоей ситуации, или прям вместе с ней дойти до нее, ну, потратить еще пару минут, или минуту, да, чтобы она сказала, а, вот монетизатор как бы звучал, окей. И даже если не отработать, тогда у тебя будет обучение. А тут ты сейчас, получается, людей больше замотивировал. Это такой по колбу, да, ты показала им то, что они не знают. Осознанное незнание у них появилось, но как бы работа не началась. Это благо, что, ну, повторю, что типа на примере Алексея, вот вроде как-то так, но это все равно не тренировка лично. Поэтому круто было каждого поставить перед фактом, что ты все-таки не поймал тему монетизатора. И говорит, ну, давай пощупаем, как бы звучал монетизатор. И тут уже либо человек сам тебе скажет и нащупает, либо ты ему скажешь. Тогда это была бы реально обучающая история. Прям вообще было бы очень круто. Все, больше я тут ничего не заметил. Да, а вот тогда, Алексей, может быть, эту тему отдельно взять? Тема тренинга «Я переговорщик-монетизатор». Ну, у тебя и была такая тема. Вообще-то ты тогда, ты так и должна ее назвать, что не просто роли, потому что, смотри, ну, во-первых, тема роли, это же, мы же не хотим все роли отрабатывать. Мы же реально идем только в сторону, ну, максимум двух ролей. Да, но для этого человек должен понимать, что такое слабак, что такое скидочник, что такое вот это, да, чтобы туда не слиться. Эта тема содержит, ну, это в содержании. Ты, типа, при помощи этого обеспечиваешь понимание твоей задачи, скорее. А можно было сказать, и так мы теперь поняли, что вы все считаете, что самое эффективное – это роль переговорщика-монетизатора. Поняли, где у вас такие ошибки. И тема моего следующего тренинга будет именно «Я, монетизатор-переговорщик». Мы будем говорить только об этом. И в конце вы получите готовые скрипты монетизатора-переговорщика. Да, вот так тогда бы, да. Тогда это было бы первое. Подведение к следующему тренингу, да. Да, мы разогрелись, мы увидели, потому что… Вообще я благодарю тебя за эту тему, потому что я сам никогда дальше не раскрывал. То есть я за все эти годы. Я только рассказываю, но у меня не было вот идей проработать и вот прям вот глубже там на уровне фраз каждую роль. Я сам не озадачивался этим. И показать мостики перехода. Это прям направление деятельности. Плюс ты помогла мне вообще свою же табличку увидеть с другой стороны. И меня прям она заиграла новыми красками. В чем смысл? Я, когда ее воспринимаю, я воспринимаю так. Слабак, скидочник, борец, монетизатор. И для меня это настолько замылено, что типа, ну, слабак, скидочник. А ты сделала так. Ты сказала, слабак, борец, скидочник, монетизатор. И это мне трещину в сознании дало сейчас. Потому что эти две, ну, эти, это роли парные. Короче, это роли-антиподы. Не вот так вот работает, а вот так вот работает. Слабак становится борцом, скидочник, монетизатором. Ну, и потом от борца к монетизатору еще один мостик. В общем, как бы классно. У меня прям новыми красками моя же идея заиграла. Спасибо. Благодарю вас. Так, так, ну что, кто у нас еще? В общем, я, ну, вообще, я очень рад вашему прогрессу. А, Фарида, ты же вот. Ты готова? Да. Давай, поехали. Готов. Здравствуйте, меня зовут Фарида. Я тренер, школа бизнес-тренера. У нас, значит, сейчас идет обучение, работа с угрожениями. Мы обрабатываем пять этапов продаж. И я хотела задать, значит, это мне. Значит, и наш проект, который мы предлагаем сейчас, в данный момент, Марина Хелс, именно связан с сетевым маркетингом. И про сетевой маркетинг очень много книг, да, очень много, значит, историй миллионеров, которые вышли именно из бизнеса, сетевого бизнеса. И я бы сейчас хотела задать просто вопрос. Я выбрала тему, значит, возражение. Это сетевой маркетинг, про сетевой маркетинг. И вот сразу сейчас просто хочу пройтись и задать вопрос команде. Значит, все по одному вопросу ответьте, пожалуйста. Вот, например, мы приходим и предлагаем сетевой маркетинг. Ответьте, пожалуйста, что это за сетевой маркетинг? Например, вот Бибигуль, ответьте, пожалуйста, когда мы предлагаем наш проект сетевой маркетинг, и это опять сетевой маркетинг утверждением и вопросом клиента задает этот вопрос. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Одним, в двух словах. Можно выточнить, ответить на вопрос, это сетевой маркетинг? Или что такое сетевой маркетинг? На этот вопрос. Вот когда мы говорим, например, когда начинаем предлагать наш проект, и нам сразу задает вопрос, это сетевой маркетинг? Ну, вопрос и утверждение, оно как бы два по дну. Да, 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 это сетевой маркетинг. Мультилегал маркетинг, многоуровневые продажи. Дальше еще второй вопрос есть? Именно направляющий. У меня? Да. К клиенту. Аж так. Подождите, я думала, что я клиент, и вы мне... А, подождите. Нет, нет. Вы клиент. Я клиент. Я вам задала вопрос. Это сетевой маркетинг? А, я должна с вами диалог вести, да. Да, это сетевой маркетинг. Только два вопроса. Да, это сетевой маркетинг. А что вы знаете о сетевой маркетинге? Все, хорошо. Дальше Тликтай тоже ответьте, только вот два именно, двумя этими ответами. Я его не вижу в чате, и он ушел. Дана, Дана, кто в чате у нас еще? Да, мне говорите. Дана, это сетевой маркетинг? Да, это сетевой маркетинг, это бизнес через построение сети, команду. Кто у нас еще там есть? Больше никого нет? Алексей. Алексей есть. А, Алексей. Да, тоже два только. Двумя этими ответами. Так, это сетевой маркетинг. Так, это сетевой маркетинг. Я говорю, да, это сетевой маркетинг. Ну да, я тоже слышал, а что вы знаете про сетевой маркетинг? Или как бы, что вы думаете о сетевом маркетинге? Ну да, окей. Да, сетевой маркетинг. А что вы думаете? Еще можно было сказать, это не совсем обычный сетевой маркетинг. Ну, а что вы знаете про сетевой маркетинг? Может быть, я бы так, как бы, сделал такую штуку. Да, благодарю. Теперь это, я просто вначале немножечко это, давайте, это было вначале нужно было сделать, давайте мы немножечко сделаем небольшую разминку. Я хочу поделиться с вами вот таким лайфхаком, вот такой резиночкой, спортивной резиночкой, так как мы все сидим за телефонами, за компьютерами. И нам нужно периодически между занятиями делать вот такое упражнение. Если у вас, вы купите вот такую резинку, если у вас сейчас в данный момент нет резинки, я бы попросила вот так вот просто сесть и руки вот так вот сделать буквой Ш, буквой Ш, чтобы было. Потому что когда вот 15 раз нужно будет такое вот упражнение между занятиями делать, и тогда вот у нас у всех остеохондроз, особенно у меня. И вот когда мы между упражнениями, ой, между занятиями делаем вот такое упражнение, мы именно помогаем нашему звоночнику, чтобы он воспринимал вот эту вот, как сказать, информацию хорошо и поддерживая здоровье. Вот запомните вот эту резиночку и купите себе, а когда их будет две, в следующем занятии я покажу еще кое-какие упражнения. Это надо было мне вначале сделать. Теперь у меня просто, кто мне подыграет, значит, продавца? Я хочу быть клиентом, у которого есть возражения против сетевого маркетинга. Кто мне подыграет роль продавца? Дана или Бибигуль? Там больше никого не осталось, да, я смотрю. Кто есть? Вам любой подыграет, любой выбирайте. Давайте, давайте, Бибигуль, вы. Значит, я клиент, и вы мне предлагаете проект, наш проект Marina Health, а я вам задаю вопрос. Это сетевой маркетинг? Ну и против этого бизнеса? Продолжаем тот диалог, который мы вот начали, да? Добрый день, я хочу вам предложить проект, очень интересный, передах она. Спрашивайте, это сетевой маркетинг? Это сетевой маркетинг? Да, да, верно, это сетевой маркетинг. Вы что-то знаете о сетевой маркетинге? Может быть, у вас был опыт? Да, я знаю, что такое сетевой маркетинг, и я работала в сетевых компаниях. Отлично. И какой же был опыт? Честно говоря, я разочаровалась. Мне не понравилось. Не понравилось постоянно продавать, постоянно уговаривать людей, постоянно закрывать, значит, баллы. Честно, я разочаровалась сетевой маркетинге, и я поняла, что здесь не каждый зарабатывает. Вы несколько раз проговорили постоянно. То есть у вас, наверное, там была активация, да? И каждый месяц нужно было какой-то объем делать? Да, нужно было каждый месяц закрывать баллы, делать объем для того, чтобы получать доход. Хорошо. Парина Ханом, а вот представьте, что если бы вам не надо было бы закрывать баллы, и не надо было постоянно делать определенный объем обязывающий, вот, в остальном, сама вот идея сетевого маркетинга, как вам она? Ну, в основном мне нравится сетевой маркетинг. Ну, а как бы вы мне это, ну, что бы вы мне именно рекомендовали, да, для того, чтобы именно, как бы это, заниматься этим сетевым маркетингом, продолжать, как бы. Я, по-другому, меня заинтриговала ваше, так сказать, положение. Конечно, конечно. Почему люди заходят в сеть? Потому что там очень много чего такого интересного, да, и выгодного, и очень выгодного. Но я вас хочу обрадовать, то, что именно в нашей компании Marine Health, учитывая то, что люди устают и эмоционально выгорают от бесконечных продаж, от активаций, да, у нас как раз вот обязательных активаций нет. И нет у нас закрытия каталога, нет у нас каких-то временных ограничений. То есть в этом плане для тех, кто хочет двигаться в своем темпе, у нас как раз-таки очень такие условия комфортные. То есть у нас нет активации, у нас весь товарооборот накопительный. Я сама приняла предложение именно работать в этом проекте только потому, что накопительный товарооборот и нет активации. Это хорошо. А сколько видов дохода у вас? Вот, отличный вопрос. Я сама как раз хотела перейти к этому. И я вот вижу вас профессионалу, потому что вы очень четко понимаете, что вам нужно. У нас шесть видов дохода с общекомандного накопительного товарооборота. При этом монетизировать, то есть деньги снимать, обналичивать их, вы можете в любое нужное и удобное для вас время. Для монетизации, для обналичивания денег тоже не существует никаких сроков и никаких условий. А когда основана ваша компания, сколько лет она именно действует? Да, это важно. Я вот прям уже рада, что я с вами встретилась, так как ваши вопросы очень логичны и профессиональны. Компания официально открылась 28 марта 2019 года. Ей всего 4 года. И это является большим преимуществом для тех, кто хочет успешно развить свою сеть, так как рынок еще не занят на 100%. Фарида Ханом, вы, наверное, знаете, да, вот выражение Дональда Трампа? Он забывший сетевик. То когда у него спросили, если бы вы вот обанкротились бы и остались без ничего, что бы вы делали, и он ответил, да, я бы нашел молодую, развивающуюся сетевую компанию, и стал, ну, чтобы продукт меня завораживал, и я стал бы ее дистрибьютором. Вот Marine Health – это именно такая компания. Какой стартовый капитал, чтобы войти и стать партнером вашей компании? Прекрасный вопрос. Здесь, получается, купив продукцию одну, а купив один из видов продукции, а вообще вот Фарида Ханом, вас, я понимаю, же интересует это не как продукт, как бизнес, да, все-таки? Да, да, да. Тогда давайте, да, тогда давайте вот, я предлагаю вам бизнес-пакет. Это пакет на 600 долларов всего, и вы получаете несколько наименований продукта, вы получаете комплекс для всей семьи. Вот, для всей семьи у вас максимальный бизнес-пакет, который позволит вам максимально зарабатывать с маркетинг-плана. То есть вы 600 долларов, на 600 долларов покупаете продукт, и все, и у вас, и получаете бизнес-систему под ключ. При правильном построении бизнеса, а это я вам гарантирую, тем более с вашим опытом в сетевом маркетинге, вы уже можете в самое ближайшее время, так сказать, окупить свой бизнес-пакет и выйти на прибыль. Когда я вам сейчас расскажу маркетинг, расчерчу, то вы их все поймете, и мы просто с вами создадим план, презентации, и, думаю, очень быстро выйдем на прекрасный результат. Вы готовы сейчас оплатить вот 600 долларов через свой личный кабинет, прокупив продукцию в компании? И стартуем с завтрашнего дня по списку, по системе? Нет. Вы знаете, 600 долларов – это для меня дорого. Я подумаю. Я подумаю. Да, но вы же, как вы являетесь профессионалом, как вы думаете, если все ваши партнеры будут покупать продукцию на 600 долларов, вы быстрее достигнете успеха? Да, я с вами согласна, но сначала я сама должна войти в этот бизнес, прежде чем приглашать партнера, правильно? Хорошо. Хорошо, тогда давайте я вам все-таки маркетинг покажу, и вы поймете, почему 600 долларов. Там у нас есть такой бонус структурный, и именно от суммы вашего пакета зависит процент, который вы будете получать от чека в ваших рефералах или лично приглашенных людей. Нет, я пока еще не готова выслушать ваш маркетинг. Хорошо. 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 Просто вступительный взнос – это очень большой, 600 долларов. Значит, я поднимаю, да? Хорошо. На какую сумму вы можете сейчас, допустим, выкупить пакет оздоровительный? 400 долларов. 400 и 100. Вот 600, 400, 100. Ну, я, наверное, сначала за 100 попробую, со 100 попробую. Хорошо. Какие продажи есть? В течение трех месяцев вы… Дело в том, что знаете, Фреда Ханул, вот кто за 100 долларов заходит – это потребители. Это потребители. А так как я являюсь топ-лидером компании, я работаю только с теми, у кого бизнес-мышление и кто заходит на максимальный бизнес-пакет. То есть вы можете купить продукцию на 100 долларов, стать бизнес-партнером нашей компании, но личного сопровождения от меня не будет. Личное сопровождение от меня получают только те, кто регистрируется на бизнес-пакет 600 долларов. Просто я уже знаю их серьезное намерение и согласна инвестировать в свое время, энергию и знания в этих людей. Все, наверное, на этом остановимся. Хорошо. Теперь это… Значит, переходим к этому, да. Я хочу задать вопрос опять-таки команде. Вот, например, Дана, да, Дана Алексей. Вот что именно мы сделали правильно из нашего диалога конкретно, значит, на возражение про сетевой маркетинг? Я хотела узнать мнение Даны. Дана, здесь? Дана, Алексей? Я здесь. Даны пока нет. Вот правильно ли мы вели вот этот диалог? Вот что именно было правильно, что неправильно? Вы можете дать просто обратную связь? Подробно нет. Мне очень понравилась концовочка. Вот это вот, если ты не бизнесмен, то вали отсюда. Вот. Но это твердость. Твердость. Мне это понравилось. Я слышал, ну, были вопросы, были аргументы, но подробно я не отследил. Я бы отключил анализ. Дана, да? Не, вот она пришла, я вижу ее, может быть, она. Дана. Было разъяснение, вот аргументы про сетевой маркетинг, потом про нашу систему и как выгоднее заходить в бизнес, подключаться. Ну, такой активный диалог был, как бы это выгода вот клиента. А что вот именно не хватало в нашей беседе? Вы заметили, не заметили? Не заметили? Или заметили? Вопросы? Комплименты? С моей стороны было мало вопросов, потому что вы задавали мне вопросы. Да, ну, ага. Это классно было. Да, вот вы задавали, я как бы отличала и переводила вас, да, там от ступени к ступени. Вот я как бы раз, и вы следующий мне вопрос. То есть вы инициативу больше взяли сами, с самого начала. То есть Бибигуль больше так, как аргументатор работала, да, отстреливаясь от новых возражений. Да, это знаете, вот когда, я почему именно, да, я согласна. Я хочу сказать, что в основном, к нам, когда сетевики приходят, они именно вот берут, да, я вот именно вот эту вот хотела роль показать, что они как бы нами, да, вот руководят, как бы они нас это делают. Но я, например, вот здесь увидела ошибку, то, что вот мы, когда они начинают задавать свои вопросы, мы начинаем тоже своими, да, вот как-то утверждаем, утверждаем, как бы мы уже уводим, да, и мы уже давим на свои вот эти вот. Бибигуль стала говорить, что, ну, это как сказать. Ну, здесь вот нам, значит, цель моего тренинга была в том, что вот... Нет, подожди, давайте я скажу, давайте Фарида Хану, смотрите. Когда у нас диалог начался, я с вами разговаривала с переговорщиками. Я задавала, а вы были в сетевом? А от чего вы устали? А вот, да, вот это, а вот то, да, вы устали от того, от того. Хорошо, я сказала. А если бы вот этого, вот этого не было, как вам проект? А вот если бы не было, я бы тогда туда-сюда, смотрите. То есть, как переговорщики, я с вами отработала. Потом мы правильно перешли к аргументации, потому что вы начали задавать вопросы. А сколько у вас видов дохода? Я отвечала. А вот это переговорчество, у нас было тяжело дело. Ты первая отработала, да. Первая была отработана, да. Да. Потом у нас пошла уже следующий же этап аргументация. Вы стали задавать вопросы. А что там у вас? Активации нет. А сколько видов дохода? Я вам отвечала. А когда компания открылась, я вам делала комплимент на ваши вопросы, что да, чувствуется, я именно и намекнула. Вы задаете вопросы, потому что вы являетесь профессионалом. Мне интересно. Правильные вопросы задаете. Я вам отвечала-отвечала и хотела перейти к сделке. Понимаете? То есть этап переговоров у нас прошел, потом этап аргументации, этап сделка. На сделке вы тормознули, не хочу шестой. Ну, как бы, да? И так далее. Вот. Так. Монетизация, даже я же сказала, мы с вами разработаем план, и вы в ближайшее время вернете, еще на прибыль выйдете. Было же такое? Было. Монетизация. Процентом отношений показала, вернее, структурный бонус. А почему на шестьсот и так далее? Ну, как бы, вот это было все? Да, да, было, было. Но я вот здесь вот именно хотела показать тренинги, то, что вот нам нужно было для того, чтобы именно я почему сказала человек, я была, у меня был опыт в сетевой маркетинге, но здесь бы мне уже это, как бы у меня вообще-то тренинг не удался, можно будет это мне перейти на то, чтобы, что я вот хочу, вот здесь бы я, например, да, вот в вашем примере, да, как это продавец, я бы уже стала бы параллельно задавать вопросы, что именно, какой компании вы работали, что вы именно продавали, какой там был маркетинг, сколько вы зарабатывали, и потом, применяя инструмент, инструмент сравнения, плюсы-минусы той компании, показать минусы той компании, показать плюсы нашей компании. Вот это бы я бы еще подключила бы. Да, Фариз Аханов, смотрите, подождите, подождите, можно я бы здесь сразу, да, отмечу? Да, 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 конечно. Если бы вы сказали, у меня есть сетевая компания, в которой я работаю, да, тогда бы я вам показывала бы плюсы-минусы, но вы сказали, я устала с сетевого бизнеса, я работала в компании, устала продавать, устала все делать, и я теперь не хочу сеть отойти. Так же был диалог ваш. Если бы вы сказали, зачем мне ваша компания, когда я работаю в этой, видите, то есть вы от своего диалога сейчас, вы, я вела диалог согласно тому, что вы говорили. Вы говорили одно, подразумеваете вы другое. Вы сейчас хотите, вы поняли, понятно, да, было? Если бы вы сказали, я вот работаю, но есть... Смотри, Липикуль, подожди, вот останься в роли ученика, останься в роли ученика. Сейчас передай, я помогу тебе, подожди. Подожди, я тебя. Нет, вот мысль я свою закончу. Я хочу сказать, что этим я хотела сказать, что мне вот Бибигуль подсказала, что нужно месяц закрывать, да, то, что баллы обнуляются. Вот это вот я от этого хотела сказать устало, понимаете? Вот, может быть, я неправильно выразила свой вопрос. Да, теперь вот... Отличная была постановка. Отличная постановка. Сейчас, смотри, Бибигуль, в твою сторону. Пареда тебя переиграла, учитывая, что ты поняла технологию введения, поняла монетизатора, но она тебя переиграла. Это нормальная ситуация. Ты одно возражение обработала правильно, а потом скатилась в аргументатора-спорщика. Тебе кажется, что это аргументация, но ведь смотри, что происходит. Если ты пойдешь этим путем, человек будет, ну, типа, бесконечно закидывать тебя вопросами. И ты точно не знаешь, какой из них его на самом деле волнует. Вот в чем проблема. А может это? А может то? А может вот это? И вот она сидит вспоминает все. И ты начала отвечать. Хорошо, а это почему вы спрашиваете? А что больше волнует из ваших? Вот вы задали мне пять вопросов. Окей, я типа, ну, я здесь. Какой из них на самом деле вас больше беспокоит и останавливает? И тогда ты перехватываешь инициативу в любом случае. Поэтому, а тут ты, получается, поработала хорошо, потом инициативу отдала, и уже, чук-чук, думаю, ну, и ты уже такая думаешь, ладно, фиг с тобой, я буду сделку закрывать. Но, в принципе, закрыть, это закрытая сделка получается очень грубая. Ну, ты же ее не расположила к себе, возражения не сняла, ты просто ее обстреляла аргументами, а потом такой, а сейчас я тебя добью, короче, на тебе, 600 баксов не отдашь, просто вали отсюда. Ну, то есть, в принципе, это как бы, ну, такое закрытие, вовсе и не закрытие, а вовсе отталкивание, скорее. Все, ты меня достала, короче, денег нет, вали. Вот как бы, вот твое закрытие было такое. Ты слила клиента, сохранив лицо. Вот, это было, вот что это было. Но Фарида тебе дала классный материал продолжить, вот, искать вот эти вот, ну, истинные возражения. Его не было, это игра, но, вот, как бы. А, можно было, когда, а когда открылась компания, а почему именно вас это интересует, когда открылась? Для вас это важно? Вот так, да? Конечно, да, каждый вопрос. Она тебя спрашивает, ну, подожди, это интересный вопрос, давайте обсудим, нам нужно вообще обсуждать или нет? Вот вам эта информация зачем? То есть, что вы с ней сделаете? Ну, я не знаю, ладно. Что вас реально беспокоит? Ну, мы же про деньги, мы же про ваше будущее, мы же про заработок. Конкретно, что вас беспокоит, вот, сейчас, здесь и сейчас? И прям провоцировать вот эту историю, тогда она всплывет, эта история какая-то настоящая, и с ней будет, можно будет что-то сделать. Идея такая. Просто, да? Ага. Если, да, ну, например, если бы я как к Леен зашла, и, в принципе, мое основное возражение не отработали, что там активации нет, того нет, того нет. И когда я уже конкретно говорю, так, сколько там зайти? Давай на 600, а почему не на 100? По структурной бонусу здесь выгодно. Все окей. Я, ну, как бы, когда уже на этапе аргументации, лично я как клиент люблю, чтобы мне четко отвечали, не размыто. Я спрашиваю, слушай, я тебе задал вопрос, что ты мне вопросы даешь? Ну, здесь такого не было. Когда компания открылась, скажи. Это правильно. Вообще, про себя говорю. Правильно. Есть момент, это прям круто, что ты заметила, когда клиент спрашивает, но это не возражение, это уточнение. Прям можно отделить возражение от уточнения. Если клиент дал тебе сигнал к покупке, говорит, окей, я готов. Это уже работа за возражением, это работа там, когда мы уже как бы ищем ключки к закрытию. А тут было сплошное возражение. Это была новая-новая мысль, которая еще ни к чему не ведет. Не было сигнала к покупке. Не было сигнала с твоей стороны к закрытию. Клиент не подтвердил сигнал, а продолжал все еще плавать в своих вот отговорках. Это были отговорки скорее. И поэтому в этих отговорках надо было работать, ну, надо поработать, вот было как вот, поймать ту самую рыбу, которая нужна. А вот если бы ты сказала, послушайте, ну, давайте все-таки ближе к делу. Вы, в принципе, готовы работать? Она сказала, в принципе, да. На какую сумму комфортней? Ну, 600 или 100? Ой, а что, в чем разница? В том-то, том-то. Окей. Ну, тогда у меня два вопроса. Какие? Ну, тогда другое. И даже, когда у меня два вопроса, все равно можно уточнять. Какой из них важнее? Ну, а что в этих вопросах конкретно, ну, вы не понимаете, что не так? Смотрите, но я спросила, смотрите, правильно, все верно. Я спросила, вас, вам, вас продукт интересует или вы именно как бизнес это рассматриваете? Она сказала, я рассматриваю это как бизнес. Именно мне как бизнес нужно. Я сказала, тогда я вам предлагаю бизнес-пакет, потому что в бизнес-пакете есть ряд преимуществ. все было хорошо, потому что я не помню все слова, которые ты говорила. Я просто говорю, что когда стратегия включилась, тебе Фаридан накидывает вопросы, а ты на них отвечаешь, и ты сказала, я делала правильно, отвечая на вопросы, я тебе говорю, что нет. Чем больше вопросов, тем не надо больше ответов, потому что иначе это вот бесконечная игра в твои ворота. Как бы сколько можно, ну, прикинь, ну, это как в футболе, допустим, что выгоднее, наносить плохие удары по воротам противника или красиво отбивать удары на своих воротах? Что выгоднее? Красиво отрабатывать. Нет, конечно, наносить плохие удары по воротам противника выгоднее. Что выгоднее в боксе? Наносить множество плохих ударов по противнику или уклоняться от ударов противника и как бы, ну, блокировать его удары? А, да, наносить. Где ты больше баллов наберешь? Рано или поздно твой удар залетит? Поэтому, если мне приходится защищаться, если меня закидывают вопросами, а я защищаю свои ворота, то это невыгодная позиция. Выгодная позиция накидывать вопросы, типа, накидывать удары. Пусть даже эти вопросы немножко, ну, как бы спонтанные и не очень правильные, но лучше работать в ту сторону, на поле противника играть, чем на своем поле. Да, да, я согласна. Через вопросы легче было бы дораспаковать ворида. Да, вот, я просто этим тренингом хотела, просто из своего опыта хотела показать, что мы, и вот, когда люди к нам, особенно, когда сетевики приходят, которые именно уже прошли через этот вот путь и именно хотят еще, как бы, заработать деньги, они же ищут, конкурентов же много компаний. И вот, когда люди приходят, мы, вот, у нас так и получилось сейчас, что мы только свое, свое, свое говорим, дополнительно вопросы не задаем, у них не узнаем, что у них там было, там маркетинги, там или по продукту конкретно. И вот, как бы, вот этим мы отталкиваем, мы показываем, что наша компания самая лучшая, наша компания самая выгодная. Вот это вот я хотела просто отработать, показать. Смотрите, я хочу сказать так, знаете, вот смотрите, здесь Фарида Ханун, из всего того, что всегда говорит, вы, вы сфокусированы вообще на продажах продукта. Вы очень мало говорите про бизнес. бизнес-позиции, бизнес-мышления у вас нет пока в голове. Вы всегда говорите про продукцию, всегда. А сетевикам нужно говорить про бизнес. И наша с вами история, сейчас, которая произошла, вы человек, который продает продукт, я человек, который продвигает бизнес. Вот поэтому у нас возник вот такое вот, вот такое непонимание. Я сказала, вы как бизнес рассматриваете? Вы сказали, да. Тогда вот бизнес-пакет. Максимальную выгоду можно выжать с маркетинга именно через бизнес-пакет, да, допустим. А вы потом, а я не готова купить продукцию. То есть здесь, не в тренинге. Изначальная позиция, у меня идет фокус на бизнес, у вас фокус на продажу продукта. Ну, как бы поэтому, возможно, произошло недопонимание. Да, да, вы меня, да. Но сегодня у меня было именно направление именно по бизнесу, потому что я сказала, что меня интересуют деньги, и я бухгалтер. И когда вы сказали, что вот это, это, я спросила, какой стартовый этот, сумма какая стартовая. Давайте не углубляться. Короче, Фарида, у тебя получилось, на самом деле, для личного, личного упражнения, у тебя получилось классное упражнение. Ну, вот вообще, отлично. Можно, это упражнение можно провести вообще со всем залом. Вот так можно сделать. И ты вот просто накидываешь, что-то Бибигуля ответила, что-то Дана ответила, что-то я ответила, можно 100 человек вот таким образом держать в фокусе внимания, закидывая, ну, а потом сказать, ребята, и что вы сейчас все делаете, интересно, я не поняла. А мы на вопрос отвечаем, ха-ха-ха, ну, типа, неправильно, давайте дальше. Теперь я вам вопрос, а вы мне вопрос. можно целый зал держать вот таким упражнением, отличное упражнение, классно, ну, как бы, подобранные эти, то, что оно тебе полезно, еще круче, ну, типа, ты свои же возражения выговариваешь, а Бибигуль со своим бизнес-мышлением тебе помогает с этим справиться, вообще отлично, то есть, так-то все хорошо, ну, пусть там ты весь атом не прошла, но все хорошо получилось, главное, не надо там оправдываться и дообъяснять, а у тебя все хорошо, молодец, задачу поставил, и ты ее определенным образом реализовала, все, мне понравилось, и еще, да нет, у тебя вообще все получилось, мы спровоцировали обсуждение, мы все пообсуждали, я еще, я вообще вовлекся, там был очень долгий диалог, я из него выпал, а тут я вернулся, вовлекся, пожалел, что выпал, я прям думаю, вот, что же я не слушал-то, ну, там было бы столько всего интересного, но я отвлекся, поэтому классно, в целом все удалось, молодец, благодарю, теперь вот обратную связь хочу взять, Бибигуль, какой обратный, вот, что именно вам, ну, что-нибудь получили вы из моего мини-тренинга, и что вы будете понимать, и что бы вы сделали, да, я получила, получила, что, во-первых, мне нравится ваша, это, ваша вот эта манера ведения диалога и ведения тренинга, она очень актуальная сейчас, не с позиции такого подавления, а с позиции, как бы вот так вот, да, это очень нравится, вы можете раскрыть именно с такой позиции, потом, что мне, я вовлеклась в процесс, кстати, вот вы меня взяли, прямо я вовлеклась, как будто я вот подписываю сеть века, вот, и для меня это был не тренинг, а я как бы прям, как будто по-настоящему, как будто по-настоящему, да, вроде бы вот так шли-шли-шли, да, я на бизнес, да, и вроде бы такая женщина, но как бы достаточно очень респектабельная, а потом, нет, я вот шестой для меня, это дорого, и вы эту свою позицию, которую вы ввели, да, да, я на бизнес, да, меня все остальное устраивает, да, да, потом раз, шестой дорогой для меня, да, 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 ну как бы вот так вот, как бы раз, ну и я тогда тоже хотела, хорошо, давайте на сто, а потом такая, думаю, ну уж нет, ну хорошо, на сто вы можете, но личного сопровождения не будет, ну как бы вот так, тоже я хотела вас еще вытащить, да, вот это, вот это, да, например, и как бы, чтобы хорошо, то есть, чтобы вы купили не только продукт, чтобы вы еще меня купили, вот, но вы меня не купили, потому что вы сфокусированы на продукте, но я вовлеклась конкретно, прям этот, разбудила мозг, и такая прям это, столько защищалась от всех, потому что я веду переговоры, я раз там за что зацепить, за это, за то, за то, вроде тык-тык-тык, ну и ладно, Ряда, на 600 выгодно, да, да, я скажу, скажите мне да, благодарю, да, да, Дана, Дана, что вы сегодня получили с моего тренинга, мне очень интересно знать ваше мнение, рядаханом, вы начинаете очень спокойно, и как бы на одной волне спокойствие получаю всегда на вашем тренинге, потом я отвлеклась, потом я отвлеклась, так как вы работали только же с Биби Гульханом, и я где-то моменты вот пропустила тоже, то, что я жалею, что, ну, не слушала где-то, потом я получила, что возражение, сетевой маркетинг, надо как бы свое чисто, не надо как пихать, да, без конца, а надо и слушать, вопросы задавать, выяснять, вот это получила я сегодня, вот в целом понравилось тренинг, то, что вот самое такое актуальное возражение, возражение же сейчас, сетевой дип, вот так все же спрашивают же, потом понравилась демонстрация ваша, вы и на тех тренингах показывали же, да, у Хуан Шмарзаву, который у вас, да, это настольное, оно рядом со мной всегда, помогает мне. Вот разница, потом я бы посоветовала, вот, аудиторию брать полностью, потом на себя не надо, как бы, ну, вы должны вот так наблюдать сверху, а чтоб работали мы, вот, Алексей Марса, я чуть-чуть, мы как бы, ну, как бы уснули, вот, остались в сторонке, то, чтобы вы работали, в паре, не все подключила, да, вот, Алексей Марса, там, Данна Хан, ну, вот вы поработайте, а я сейчас подумаю, как, с аудиторией больше привлекать. да, я согласен. А в целом, понравилось? Да, в начале я привлекла, но сегодня нас что-то мало, поэтому это, потом уже сразу на задание перешло, на упражнение. Благодарю вас, Дана. Теперь это, я именно цель, опять-таки, я хочу повториться, так как мы обучаемся, да, да, и я хочу сказать, что вот не зря нам Алексей дает вот это вот, значит, вот эти методы, это, и вот мы как бы зацикливаемся только на своих этих, нам вот нужно именно разнообразить, и вот применять в нашем деле вот эти методы, да, и вот в данный момент вот при наших переговорах можно было именно вот инструменты подключить, да, задавая вопросы именно, какой у вас там был маркетинг, сколько вы платили, сколько вы получали, и как бы показать разницу, плюсы наши, то, что мы предлагаем, то, что мы эксклюзив предлагаем, и как бы сделать разницу между тем, что было, и что вы сейчас получите, когда мы даем вам это наше предложение. Вот это вот, цель моего тренинга вот это было. Молодец. Мне знаешь, что нравится вот в тебе? Даже если в середине или в каких-то моментах ты плывешь, ну, там что-то не так получилось, ты все равно держишь структуру сверху. Вот даже сейчас, вот мы такие что-то поговорили, такая, хорошо, к следующему вопросу переходим, мы такие, бла-бла-бла-бла, вот это мне понравилось, хорошо, а все-таки я хотел вот это, это очень круто, то есть потом, вот внутри можно потеряться, ничего страшного, можно, упражнение может не зайти, вопрос может не зайти, и саботажник может начать психовать, неважно, главное, что тебя в принципе не сбить, такая, ну окей, все, переходим к следующей части, все, молодцы, а еще я хотела вот это, вот прям круто, вот, это хорошо, не то, что, ой, блин, надо же, я ошиблась, я пошла, ладно, не удалось, не, все, ну не поняли, не поняли, дурачки, едем дальше, а я хотела вам пользу дать, ну ладно, вернемся к этому на следующей неделе, а пока что переходим к следующему пункту, и идешь дальше, хорошо, заканчиваем, ну давайте теперь наш шеринг, шеринг типа мой, шеринг к вам, то вы шеринговали нас, чувство, мысль, действие, и разойдемся, я себя чувствую, моя главная мысль попала в мою голову, я сделаю, я, можно я, давай, а, давайте, Дана, давайте, говорите, все, Дана, тебе, тебе, ну, еще Фарида только говорила, ей нужно переосмыслить немножко по этому, по этому, чувствую себя отлично, сегодня практика была, и как бы еще раз проживали этот момент, и, ну, осознали, как надо работать с возражениями, как с клиентами, надо вести переговоры, да, потом, с каждого тренинга, какое-то вот понимание, получили такое новое, ну, как надо работать вообще, как надо тренинги вести, потом, я еще раз поняла, что мы не должны тренеры больше сами говорить, нужно, нужно, чтобы говорили участники больше, чтобы они, и чтобы навыки у них нарабатывались, это надо их заставить, а не нас самих, а мы должны просто сверху наблюдать, и подправлять, и направление говорить, и все, вот я каждый раз убеждаюсь, потом, так, демонстрация понравилась, Биби Бугульханом, Фарида Ханом, потом, так, ну, прокачиваемся, каждый раз новые знания, огромное спасибо, Алексей, очень крутой инсайт, очень крутое понимание, про роль тренера, и нагрузку в процессе, вот это самое важное, я бы сказал, что ты прям выделил на самое зерно, и даже вот теорию надо, у них, чтобы они поразмышляли, в начале, надо и в этот, ну, как бы, тренинг, потом, сами должны говорить, вот это я уже понимаю, отлично, это очень важно, так, Биби Гуль, так, хочу всех поблагодарить за активное участие, каждый помогал, да, вот, в тренинге участвовали, все активно, какие бы ни были задания, выполняли их, хочу поблагодарить, чувствую себя, хорошо, еще, правда, не закрыла сделку, вот это меня балдует, за 600 долларов, смотри, дойки, ссорить не буду, ссорить, могли бы сказать, ладно, со мной нелегко, да, вот это, я так, да, но я выбираю лайтовый путь же, я выбираю на лайки, сразу изначально, зайдя в компанию, я выбрала на лайки делать, поэтому мне сложно, и слишком не нужны партнеры, поэтому, ну, реально, я прям включила их, так до сих пор не могу, почему, не, Фарида, скажи, что ты согласна, это будет, а может не надо, пусть кого-нибудь реального закроет, не, не, не говори, что ты согласна, пусть Биби закроет кого-нибудь реального, я же сказала, я еще подумаю, да, да, вот ты так и держишь, так, что нас тут впереди, пусть этот гештальт незакрытый приведет тебя к новой ветке, к новой, к новой ноге в твоей сети, когда ты ответишь на все мои вопросы, так как именно применяя инструменты, которые нам Алексей преподносит, да, только я еще что-то. Фарида, хорошо, я поняла, что вы готовы сегодня на 100 долларов зарегистрироваться, это классно, да, давайте, в течение трех месяцев у вас будет время, чтобы, да, докупить до 600, уже спокойненько, постепенно, и у вас будет 20 процентов, в основной часть моих партнеров такие делают, в течение трех месяцев, докупают продукт, все окей, а я благодарю вас, теперь я спокойно. Я не такая зуба, как была первая. Вообще, смотрите, да, я, я, смотрите, вот, я всегда, когда захожу на тренинг, такая, думаю, я просто, ну, как бы так, буду спокойно сидеть и наблюдать за всеми, и у меня каждый раз не получается, я вовлекаюсь, проживаю этот процесс, это благодаря тому, что растет мастерство. Понятно, когда ведет Алексей, там вовлечься, не вовлечься невозможно, да, но, например, то, что невозможно отсидеться на наших практических занятиях, это уже мастерство наших, эти, навороченных, новоиспеченных тренеров, потому что, действительно, мастерство растет, растет анализ, вот, поэтому я благодарю еще у каждого своя энергия, у каждого свои вот эти преимущества, у каждого тренера, это тоже очень важно, так что круто, и классно, что есть у нас такой, когда мы тренеры, у нас есть такой ученик, как Алексей, который все знает, если что, вытащит, ну, как бы такая есть, уже знаешь, что у тебя есть, как бы этот, спасательный круг, да, так скажем, у каждого из нас это очень круто, и, вот, и, конечно, хочется быть переговорщиком, монетизатором, это с каждым разом по-новому осознается, проживается, я желаю каждому из нас именно быть на этом этапе, на этом этапе продавцов, вот, благодарю вас, Алексей, действительно, это очень ценно, то, что мы получаем, я просто недавно купила это обучение одно, оно не дешевое, я купила его, и я понимаю, насколько ценно то, что мы получаем вот от компании, то, что компания именно выбрала вас в качестве тренера, кстати, мне надо написать этот отзыв, не отзыв, а вот это, напишу, благодарю вас, всех, девчата, молодцы, Дана, Фарида, и молодцы, что у нас с каждым днем все меньше, но мы не сдаемся, но это, это нам больше времени прокачаться, это наш плюс, мы раскрываемся, да, да, моя очередь, да, значит, чувствую я себя сегодня прекрасно, у меня вчера воскресенье, как обычно в понедельник, для меня это такое вот, у меня внуки, да, шум, гам, но я им включила музыку там, чтобы они меня не отвлекали, я вот выбирала, какой тип возражения, да, мне вот разработать, потому что каждое возражение, оно по-своему нужно с ним работать, но вот этот сетевой маркетинг, это самый такой актуальный, который все люди вызывают, это сетевой маркетинг, потому что когда мы предлагаем, сразу бывает, они обманут ли меня, да, у них внутри вот такое вот, значит, это сомнение, страх быть обманутым, выглядеть несерьезным, смешным, да, вот поэтому я вот это все думала, 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 у меня и текст, но я как-то сегодня переиграла все и это, и я хочу вот именно поблагодарить Бибигуль, то, что она мне именно сегодня вот подыграла в моем тренинге в роли продавца, и вот по ходу тренинга у меня вот это вот все как-то вот менялось, я как-то это тоже вот проживала, как Бибигуль говорит, понравился мне тренинг Бибигуль тоже, и я сегодня поняла, получила то, что тренинг можно преподнести в любом, да, вот в любой форме, в любой это, да, главное вот нам нужно оказывается действительно вот те знания, которые нам Алексея дают, вот эти знания как бы, ну не идти вот по одному направлению, да, вот как у нас вот сегодня вот получилось, вот Бибигуль одно оно в свое, в свое, в свое, нет, нам нужно оказывается именно вот вовлекать, именно я поняла то, что нам нужно вот эти методы, инструменты, Вот эти психологические методы, задавание техник, 7 стульев. При каждом тренинге, когда мы делаем тренинги, я для себя что-то получаю, нам нужно именно просто взять один инструмент и поработать с этим инструментом, конкретно донести до людей. Вот это я поняла. Так что я благодарю Биби Гуль еще раз за то, что вы мне помогли. Благодарю команду и благодарю Алексея, конечно, за то, что он нам дает такие вот ценные знания, которые вот, несмотря на то, что у меня мозг такой, я очень долго думаю, даже про меня анекдот есть. Вы мне сейчас дадите такой анекдот рассказать? Есть у нас возможность? Он две минуты. Алексей, вот есть такой анекдот. Короче, сидят кругу, друзья, рассказывают анекдоты, все смеются, все развлекаются, один сидит молчит, и где-то ночью все спят уже, и этот человек смеется, дрызг прямо от души, смеется прямо все-все, и ему будет, и говорит, ты что, мол, все? Да я, говорит, вот этот анекдот, говорит, понял. И я вот, у меня вот так мозг расположен, я бухгалтер, я работал с цифрами, и вот мне, чтобы вот это все осознать, у меня действительно, я иногда себя, это не самокритика, просто я себя просто изучила, что до меня очень трудно доходит. И когда у нас началось вот это вот первое обучение, я действительно сидела вот как вот этот человек, да, вот как бы до меня ничего не доходило. Но я вот занималась, конспекты делала, да, я постоянно, значит, распечатываю вот эти вот наши, как они называются, листы, да, как это? Ну, то, что вы нам даете. Да, да, вот эта рабочая тетрадь, я это все конспектирую, я все это распечатываю, все. И я хочу сказать, что человек, оказывается, может раскрываться, это просто желание, да, должно быть. И мне нравится ваше вот это вот первое, например, занятие, то, что вы говорили, учителя будет учить того, кто хочет учиться, да. Но я хочу учиться, несмотря на то, что у меня такой зрелый возраст. И каждый тренинг, каждое обучение вот для меня вот дает какую-то пользу, да, все-все. Ну, я хочу сказать, что я от каждого занятия кайфую. И я рада, что вы достучались до моего мозга. И я благодарю вас всех, я вас люблю всех. Спасибо. Я сегодня кайфанул сам. Я прям был вовлечен в каждую вашу, ну, в каждого из вас. Вот ваши тренинги. Да-да-да, давай-давай-давай, прям вот так мне было интересно. Классно. Ну что, хорошо. У меня...